приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва сегодня 3 февраля 2019 года мы с вами еще раз выбрались на рыбалку это водоем называется гитара многие рыбаки одесской области знают его это возле маяк между маяками и беляевкой вот и лед вы видите уже практически сошел вот такая кромка это в шириной с полутора до двух метров возле берега а дальше в принципе уже льда нет поэтому пришло время тарани надеюсь мы сегодня мы поймаем вот карася пока на рачу рано ловить но тем не менее выбрались подышать свежим воздухом получить новые ощущения адреналина немножко сегодня мы приехали еще раз двумя александрами сада тарасыч и сам саныч то есть приключение шуриков продолжается и сегодня мы вот как раз на этом прекрасном водоеме под названием гитара повторюсь ловим на поплавок медика и болонская удилище четырехметровая никогда принцесса четверочка поплавок крючочек маленький и опарыш прикормлю место у меня такой холодная вода мотыль сейчас прикормлю попытаемся что-то поймать вот друзья что значит раньше приехать и занять нормальное место я туда дальше сходил там лед пошире и получается удилищем четырехметровым там половить невозможно будет то есть будет цепляться крючок об кромку льда то есть надо такие удилища метров шесть не меньше потому что кромка сильно широкая с этой пачки получилось настолько у вас прикормочки немного и намеренно переувлажнил чтобы она в комок слеплялась так более-менее что можно было докинуть метров 10 до нашего 10 метров 8 до нашего поплавка друзья ну первая поклевочка смотрите таранюшечка такая с ладошечку чуть меньше слабенькая маленькая но есть это радует на парыша хотя первую нельзя отпускать сильно маленькая пусть идет гуляет как успехи добрый утро ну вот ранька начал пивать на кто друзья в лед прямо стулья это уже покрупнее чуть такая тоже ладошечный виду что с икрой на два парыша друзья надо дома съела вот такая кого слушайте так это мы сейчас наловим с вами приличного еще больше вот это первую маленькую поселить будет прямо в лед прямо в лед вот такая ладошечная тарань это вообще монстр уже елки-палки это уже просто супер шикарная тарань это уже больше ладошки друзья ух ты лебеди какие смотрите красавцы солнышко встает уже все прекрасно и погода прекрасная и рыба шикарная друзья наверно выключил звук включил релаксирующую музыку и просто посмотрите какая красота как это все клюет прямо в лед и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Друзья у нас тут не только рыбаки но рыбачки ловят ДимаTorzok 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 опарыша не напарыша о это наша тема и как пока тишина пока тихо ладно пошел дальше проводить и вам все хорошо народа немерено все ловят всем хочется таранить скажите на шоу ловите до напарыша мы такой уже ведерко полно да не такой полный только минут 15 начал ловить вот друзья по 2 по 2 тарани вот это да вот это серьезно и почему крупная такая рыбка супер на красного мотыля какой мотыля напарыша покрашенный по два крючка вот круто даже по три поставили не три крючка у меня тут стоит вот 16 номер а вот эти японские гамакасу до 0 на гамакасу не получается внизу грузила да они тоже вот такие вот гамакасу до 16 номер друзья f22 о мой любимый крючок 16 номер не такие можно сказать самоподсекающие даже подсекать не надо вот закинул и ждешь и все 20 секунд не поклевка да и поклевка вот тогда нужно вы и смотрите а заброс у вас дальний а то есть вы подождали у вас даже честная поплавка я не вижу где-то есть я вижу вижу-вижу это в банке вот уже там уже поклевка есть вот одна уже езда то есть вы ждете чтоб сразу зацепилась и вытаскивать и на понятно да прикольно вот так вот по две таранишки причем нижняя среди крупная верхняя верхняя поменьше да вот так вот ловят на этом водоемчике называется он гитара спасибо всего хорошего по науке тарасыча сам саныч ловит по две штуки по две штуки это конечно не спортивно капец как короче убедила двух александров прийти ко мне сюда потому как у меня тут клев получше чем на их месте пешенебельно супер вы друзья встретила еще одного рыбака зовут его ваня ваня привет я три бокам все рассказывает конечно друзья смотрите я ловлю рыбу в этом теке снимает ничего не ловит да 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 и тарас ой тетя ну раз и что-то поймал серьезно в начале февраля рыба пришла ваня что-то глубина какая-то маленькая или мне это кажется что специально так пол воды она то и тем больше до глубина понятно а у вас там что ну тоже есть слабоватенько пошло что-то от кукурузку тяжело найда тяжело прикормил место да как-то разве скажем муть даже муть после янта тысу маленький ну самый мальчик на пол воды до друзья в бачте ваня клына среда у вас у битова паршин здоровайтесь здорово не здорово я ловлю мега но друзья буквально на сколько за три часа прямая красивая карина очень хорошие друзья попробую я половить на кукурузу посмотрим что будет крупнее или такая же со взглянем сейчас 11 часов клевать стало реже но поставил сейчас поплывок в половину воды и поклевки участились правда подальше стало ну то есть подальше нужно забрасывать на дальний заброс вот такая таранечка как мы видим что клюет на все и на опарыша на опарыша как-то охотнее сейчас на кукурузу хорошо пошла и причем крупнее экземпляры естественно есть даже трещотка фрикцион сработал на катушке надо замерная красивая крупная тарань вы задавайте я вам скажу по поводу освещения своего удилища это микада принцесса 4 метра как я говорил почему использую 4 метра не 5 не 6 ну во первых она легче удобнее с ним обращаться вот и тут уже каждая к следующие колено это плюс грубо говоря полтора веса к удилищу прибавляется то есть каждое следующее колено утяжеляет удилище где то есть но если не в два раза то в полтора точно дальше катушка самая обыкновенная самая дешевая каида dm200 на одном подшипнике леска диаметром 016 миллиметров дальше поплавок из бальса на такой огруженный 3 плюс 1 грамма матчевый поплавочек сюда конечно можно нужно было одеть маленький карбинчик но у меня получилось так что он застопоренные двумя стопорами какой поплавочек дальше основное грузило значит смотрите как я его сделал внутри грузила внутри я грузила я поставил стопорочек то есть надел стопорок и потом его это стопорок обжал грузилом вы поняли поэтому он она не травмирует это грузило леску и в принципе нормально двигается дальше грузила поменьше такой как подпасок и вертлюжок и от вертлюжка уже поводок с крючочком маленьким вот таким крючочком 12 размера использую пин хук серия 5300 135 12 номера очень уловистый крючок дало ли таранит то что нужно также друзья есть вот такие поплавки очень интересные в чем их преимущество они могут использоваться для ночной рыбалки то есть тут есть на резьбе вот такая батарея вот если я надавить вы видите поплавочек загорелся красным цветом такой же самый зеленым цветом вот и когда мы закрываем тут резиночка 100 колечко из резиновая этот поплавок в принципе может использоваться в ночное время особенно при ловле карася леща там и так далее но так как сейчас нормально видно поплавок днем то я использую такой лук из бальса очень удобный хорошо далеко летит точно летит метка поэтому мне подходит пробую ловить кукурузу перестала клевать взял уменьшил на 10 сантиметров высоту поплавка не клюет увеличил на 20 сразу поклевка то есть получается тарань очень сильно реагирует на изменение давления поэтому старайтесь искать тот слой в котором находится тарань это же монстр супер вообще красота такой маленький крючочек вполне достаточно служить такую жирную красивую тарань так какие мы делаем выводы по рыбалке первое не так важно длина удилища и не важно насадка работал нормально кукуруза работал опарыш сегодня хорошо вот и важно хорошо летящий точно летящий поплавок яркий чтобы он был яркий как можно было дальше можно было забросить и видеть его и очень важно тонкая леска тонкий поводочек 0 12 диаметра и маленький золотистый крючок который вам показывал в начале видео я сделал по крайней мере такие выводы но вы сами решайте и делайте свои выводы если видео понравилось ставьте лайки подписаны канал все для клёво я с вами прощаюсь всем удачи всего хорошо пока